Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Конг, с вами Кин и все еще пока экспериментальная рубрика новости сериалов. А почему экспериментальная, узнаешь в первом выпуске. А сегодня вы узнаете, какой библейский персонаж навестил Люцифера в новом сезоне, за что неловко Мэйси Виллиамс и почему мы больше не увидим на экранах Дамблдора. Погнали! А начнем мы с Игры Престолов, второй эпизод, который вышел на прошлой неделе и выделился одним событием. Наша малышка Ария Старк уже вовсе не малышка. Да, 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 девушка стала женщиной. И если честно, сколько сцен кексов в сериале я не видел, именно эту сцену мне смотреть было очень неловко. И наверное специально для людей похожих на меня, исполнительница роли Арии Старк Мэйси Виллиамс в своем твиттере написала Если вы чувствуете себя неловко, просто знайте, что моя мама, мой отчин, две мои сестры и мои четыре брата смотрели это. Ахаха, убейте меня, эхэхэ. Также на днях стало известно, что Игра Престолов лишилась одного своего спин-оффа. И теперь их не четыре, а три. Один из которых, напомню, долгая ночь. И он уже в производстве. Но попрощались мы не только с неизвестным спин-оффом, но и с любимым многими, в том числе и мной, сериалом Готэм. У которого на прошлой неделе вышел последний эпизод. В котором, помимо наших любимых злодеев, появился и мистер ужас, летящий на крыльях ночи. Во всей красе. Но не один Бэтменс отличился на прошлой неделе. У сериала Пенниворд вышел новый маленький тизер. Маленький, но немалозначимый. Так как в нем можно увидеть, как Альфреда нанимает на работу Томас Уэйн. Альфред Пенниворд. Томас Уэйн. Сам же сериал расскажет нам о молодых годах Альфреда Пенниворда. Дворецка у Бэтмена. А вообще эти трейлеры меня знатно так подставили. Не успел я, значит, рассказать о тизере болотной твари, как DC вывалила полноценный трейлер. И сказать, что он выглядит жутко, значит ничего не сказать. Вот чувствуется рука Джеймса Ванна. Человека, знающего толк в съемке хорроров. И дабы освежить память, я напомню, что за его спиной несколько астралов, проклятие монахини, недавнее проклятие плачущей, проклятие Аннабель. Блин, любит он проклятие. Еще несколько пил и гаснет свет, а также Аквамен. И множество других фильмов преимущественно ужасов. Так что, по моему скромному мнению, тварь в надежных руках. Также полноценного трейлера удостоился и Люцифер, который в четвертом сезоне встретится со своей старой знакомой Евой. Да-да-да, той самой. А исполнит роль Евы израильско-американская актриса Инбар Лави. Также из трейлера можно подметить, что весь каст остался на месте. Без изменений. И это не может не радовать. Точно, дорогие друзья, чуть не забыл. На прошлой неделе Тому Веллингу исполнилось 42 года. Поздравляем. Спасибо за отличного Супермена и великолепного Каина. Немного о продлениях. Сериал «Сотня» продлен на седьмой сезон, а сериал «Во тьме» на второй. Также у меня небольшая новость для любителей сериалов антологий. В сети появился первый трейлер сериала «Что если» с Рене Зельвегер. Сам же сериал будет рассказывать о приятных людях, совершающих неприятные поступки. На меня не смотрите. Так гласит синопсис. А в центре всего у нас загадочная и наделенная властью женщина Анна. И я бы даже и не рассказывал про этот сериал. Просто мне нравится Рене и сериалы антологии. Ну а напоследок поговорим о чем-то более грустном. Сэр Майкл Гэмбан, более известный на пароле Дамблдора, отказался от съемок сериала «Бридерс», ссылаясь на то, что он не может запомнить текст. Испугавшись, что у него альцгеймер, актер даже ездил в больницу. Но благо диагноз не подтвердился. Но факт остается фактом. Сэр Майкл отказывается от ролей как в театре, так и на телевидении. А это значит, что мы навряд ли увидим его на экранах в новых проектах. По крайней мере, не на главных ролях. Да, что-то как-то на грустной ноте я новости заканчиваю. Прошу за это прощения. А вам, дорогие друзья, большое спасибо за внимание. И если понравился данный ролик, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А также в описании вы можете найти ссылку на мой инстаграм и на мою группу ВК, где я также время от времени выкладываю различные новости. Также я буду очень благодарен, если вы будете предлагать мне адекватные новости в группу. Еще в группе, при большом желании, конечно, вы можете помочь развитию канала, поддержав его рублем. Мне бы это очень пригодилось. Дорогие друзья, пишите в комментариях, понравился ли вам данный выпуск или же нет. Но независимо от вашего решения, я вам пожелаю только интересных сюжетов. И пока.